Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это дрань, дробовик какой-то. Какой-нибудь урон в упор. Причём, такой же урон можно вдаль наносить пропликом. То есть, вообще классно. Так, чё ты тут боишься? Ну, ща мы это загасим. Смотри, не ва... Вообще! Вот так вот разобрали. Ах ты, зараза, циклон не отстрелил. Но я тебе... Так, не успел отомстить. Ой-ой-ой, там веселуха с минами. Веселуха. Где? Где последний-то? Куда он сдриснул? Это он, что ли, был? Или это союз? А, вон он вообще. Это вообще хайраст, я думал, минер. Вот МВПшечка есть! Просто вообще влёгкую, смотрите. Опять же, 1938 очков, как в прошлом бою. Здесь у нас уже победа. МВПшечка, вот как раз чего я хотел. Я считаю, с первых же двух боёв, первые места подряд, это прям офигительный результат. Погнали в следующий бой. Ну, давайте, знаете, ещё для полного счастья попробуем в этом бою МВПшку занять. Если так получится, то это будет просто офигительно. Просто бомбически будет. У нас, кстати, сейчас в обед. То есть я снимаю в пятницу в обед. Вот. И народу достаточно много. Смотрите, боток у нас по одному штуку. По одной штуке. Овсянка, сэр, классный. Так, вот это вот плохо. Чего они объезжают? Ого-го-го! Копейщик! А вот копейщик-то надо... Во-первых, ему не дать хамелеоны, если бы ещё и парсеры... Не, ну парсеры, я думаю, уделают. Только их тут двое, по-моему. На их там. Ой, а их дофига! Чё тут вас так понаехало-то? Союзы, вы где? Нужна помощь! Минус один циклон. Чё-то мне парсер зарядил по одному циклону. И всё. И ой, а этот хайрас сейчас сдавил. Так, надо хайр разбить. Спасибо, Союза, респект. Вот смотрите, у циклонов практически 500 хп-шек, что нифига не мало. Это дофига. Но их сбрили сейчас тупо синусов хайраса достаточно быстро, что значит умение кататься на хойерах плюс синусов. О, здравствуй, чувак, из прошлого боя. Союзы, можешь помочь? Мне он сейчас отпилит. Ты, блин, ещё, вот тебя тут не хватает. Вот вообще. Ну ладно, у него уже ничего нету. Да и от меня уже ничего не осталось. Мне хана. Да, сейчас нас всех уделают. Не получилось нам занять третью МВП-шку, но... Ну, возможно, у нас первое место по команде и так, и так, короче. Ну, пофигу, уже три раза подряд зато первое место по команде. Ладно, допустим. Теперь я предлагаю взять малую Ом 4 тысячи, но можно даже его было и не брать, взять какую-то другую крафт, потому что, ну, понятно, что там будет твориться. Там будет... Бэм, 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 минус 6, бэм, 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 минус 6. Там вообще офигевать все будут этой пушкой. Что я сказал от этой пушки? Короче, все будут офигевать. Ладно, даже этот крафт собирать не будем. Сразу поедем в бой. Слушайте, я так думал, сейчас пойду, отойду попить. Там, допустим, чайку. Думаю, пока тут катка миллиарды миллионов лет будет запускаться. Нет, я, блин, встать со стула не успел, как сразу катка запустилась. Классно! На 4 тысячи Ом. Ботов, да, три штуки, но, тем не менее, она запустилась. Прямо сразу же, как я нажал. Я приятно удивлен. То есть, на малой мобе все-таки кто-то катается. Так. Пигачим. Кстати, вообще крафт на самом деле хорош для такого Ома, потому что здесь кое-какие-то ржачные экраны есть. То есть, как раз... Это тут пушкарить только начинается, как раз на этот Ом. И то их тут маловато. Но так, символически, чуть-чуть брони есть. А! Че это за кирпичи? Ё-моё! Капец! Нашествие кирпичей! Вот только похвалишь крафток, сразу тут вот такой трешак происходит. Блин, мне валить пора. А у меня же, блин, циклон отвалился. Чувак, привет. Ты бот... А! Да че происходит-то на малый Ом? Я после 8 тысяч вообще, я не знаю, как дикарь из лесу прибежал в город. Что такое вообще? Пацаны! Чего происходит? Я просто спокойно настреливал урон. У меня сейчас стопудово будет первое место по команде. Но, блин, а где... Че это такое? Это... Это крафт называется Большой кирпич из крыш контейнера. Не, большой... Большая крыша... Блин, я даже не могу говорить, я не могу. Большая крыша БТР, короче. Че произошло, я даже сам не понял. Вот, блин, знаете, после 10 тысячах я на стримах встаня 12, 10, 15 тысяч катаюсь. Ну, на 4 тысячи поехал вообще офигеть не встать. Я просто... Куда я попал? Да, бывает, кстати, с большого Ома на самом деле на Малый Ом даже рожачно и интересно покататься. Видите, там совершенно все другое. И также с Малого Ома перейти на Большой Ом. Но с Малого Ома, если вы привыкли на Малый Ом, на Большой Ом, конечно, трудновато будет. Ну, если привыкнуть, потом будет логически. Ну, давайте, я тут, это, заболтался уже. Не знаю, что говорить, чуваки. Давайте быстрее добивайте наших союзов. Эх. Где у нас? Как-то я не спрятался. Что такое? Да. В общем, так и придется мне, наверное, перемотать как раз в конец, чтобы результаты этого боя посмотреть. Тут он завалил его, уделал. Ладно, давайте досмотрим, может, что он тут делает. Я интересен, он так еще кого не завалит. Три человека. Нифига он спустился. Он сейчас добьет вот этого. Слушайте, у него есть шансы, но... Мне кажется... Не-не-не-не-не. Все-таки проиграли мы, но были шансы, ну, мизерные, конечно. У нас, смотрите. Нет, не первое место, но как раз этот чувак, который нас стрелил. Ладно, мы и так долго тут сидели, поехали в следующий бой. Я вообще в шоке. Я только кнопку нажимаю, сразу же меня закидывает. Просто сразу же. У меня даже 10 секунд вот этих нет. У меня просто мгновенно подгрузило, видимо, кто-то вышел. Вообще офигенно, слушайте. Сегодня прям с пятницу в обед. Прям тут, смотрите, он неплохой. А! Добротан из прошлого боя. А вот фиг тебе, я им взял уже один дробашек отстрелить. Блин, чувак. Сейчас все новички на синусах катают. А, ботяра. Ботяр, ботяр, погоди, погоди. Сейчас мы все разберемся. Ты ничего... Так. Тебя добить из прошлого боя вот так вот, чтобы не мешался, чтобы спинами кто не стрелял. Не люблю, когда недобитый какой-нибудь с одной кувалдой искрящийся там, вы не знаете, настреливает спину. Тебя еще потом добивают. Тебя там последние секунды как раз... Ты уходишь в перегрев, и он тебя добивает, бывает. Вот такая вот фигня. Поэтому я стараюсь всегда грохоть всех. Чувак, это твой один иглобрюх? Кто на одном иглобрюх катает вообще? Странный чувак. Не один, не два иглобрюх тебя не спасут. Хаика, ну, короче, какой-то, видимо, этот... Опытный более-менее игрок. Но махаик скрестит. Ох ты молодец-то какой! Я что-то филика не это не видел, не слышал. Классно! Эх, я бы завалил еще кого-нибудь. Ну, блин, я... Я глухой, на самом деле, видите? Громко музыку слушал, и сейчас ничего не слышу. Да! Печаль-беда. И что мне делать? А, ничего мне не делать. Я только, наверное, убиблики. Здорово, чувак. Ого! Вот как раз опытный игрок на дробители подъехал. Вот дробитель, конечно, здесь реально имба. Причем у меня... Нет, спереди вроде ничего не стояло. Вот дробитель здесь реально, это имба. Потому что здесь просто всех размадывает. Тут вообще новички, смотрите, на арт этих тергемов как раз катаются на сайте. Нет. Ну, почти первое место по команде. Мы троих уделали, но прекрасные результаты. Погнали в следующий бой. Ну, давайте. О, человек из прошлого бой на иглобнике. Кавказ-эмили, что вообще происходит? Пак, а что там сзади еще едет? Так, Фрэнк, допустим, закрою у него глаза. Да, это анно-технология. Да. Капец, офигеть, не встать. Шилы и малыш. Я еще не говорю про ходовую, закрою на это глаза, но... Крафт годный на самом деле. Очень. Найгоднейший прям. Швак, а у тебя еще годнее, Крафт. Вот прям называется ходячий, говорю, пакет. Вот зачем ставить бочки с назад? Если тебе в назад, постоянно кто-то приходит дробовод. Раз уж так у тебя взрывается, так вообще не ставь бочки, если не можешь. Ну ладно, не будем винить новичков, в принципе. Все через это проходили, через бочки там на крыше и так далее. Что-то они там взрываются, не знаю, как ставить. В принципе, так же... О, большая крыша БТР, здорово. А у тебя вот дроны что-то как-то сбиваются быстро. Стой. Стоять. Сейчас тебе Лаврс уделает. Все твои крыши БТР и не БТР и... И двери от контейнера тоже... Что, в хамелеон, что ли, ушел? Ага. Где-то здесь. О! Ох, нифига! Ты откуда такой намылился вообще? Ну, чувак, ну ты все испоганил просто. Ну, было все прекрасно. Все идеально. Нечальник, конечно. Но на малом он не так. Там... Я вообще на малом он почти никогда движ не ставлю. То есть я... Если я поворачиваю, у меня крафт затормаживает чуть-чуть. И ему не хватает оборотов, чтобы вытащить этот крафт и просто ехать быстро. Я бы увернулся на сцену, не знаю, там, в порткаре какого-нибудь. Там нормально. Еще если бы ускорители стояли, то вообще бомба. А здесь, ну... Здесь крафты такие классные. Без движка вообще стоят. Здесь, в принципе, так нельзя. Если тебя уже здесь пильщик взял, ты не вырвешься. Потому что у тебя брони нифига нету. Вообще никакой. Пофигистов. Классный крафт у тебя. Пофигистов. Ах! Это как мой ник Даниэль Итальяно. Прям из того же разряда. Чувак. Во! Вот, я и говорю. Он не вырвется. Он пятерых завалил это пофигистово. Он не вырвется. У меня брони тоже, как у меня, нет от слова совсем. Ну все, он приехал. Алис цигунбер, чуваку. Так, ладно, подождали. Давайте мы первое место и это... Да что ж такое, пофигиста. Ты че, 2232 очка забыл. Нормально настрелял, пофигиста. Ладно, давайте теперь вот этот крафт попробуем. Как раз на обниках. Многие просили, я вот еще раз сделаю. На тарерке. То есть точность у нас повышается. Как раз, что нам для циклонов и нужно. Ладно, давайте соберем этот крафтец. А потом поедем. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я просто обычно если ставлю пушку на колесный крафт, это как допустим у меня легкий крафт на 9500, два маунта и торерка и все в принципе, вот этот крафт малоумный получается для маунтов. И мне это прям офигенно нравится. А вот на большой он какие-то там паучары, не паучары, еще что-то мне это не нравится. Поэтому я... Так, погодите, а. Что-то мне подсказывает прямо вот так, что нам сейчас вообще хана будет. Вот, вот после 4000-то я сел, ё-моё, я что-то как-то не заметил, что как-то крафт у нас прочнее что-ли стали. Я вообще такой сижу, думаю, блин, а чё никто не едет, а тут уже другой ом, тут уже никто не кидается так сильно, как в других боях. Ой-ой-ой-ой. У меня пока хорошо, я тупо, я тупо никого не вижу нифига. Так, неужели... Ай, мне в спину зашли. Помогите! Ох, как классно, блин. Не люблю вот так, когда в спину заходят, но, в принципе, иногда так сам тоже делаю. Особенно на мамонтах проезжаешь, так вот с задком устреляешься, там бэнь, просто все взрывается. Ну, не повезло мне сейчас, нас всех завалили, а первое место по команде, и это прекрасно. Погнали в следующий бой. Ну, давайте, дубль-2 в том бою у нас не особо удачно получилось. Я приехал, блин, после 4 тысяч, думаю, блин, чёрт никто не едет, блин. А я на 8 уже, не знаю, сколько ли. А на 9500! Уже никто не кидается, сломя голову, как в тех боях. Чё-то, я говорю, у меня вот эти смены омов, они замечаются только боя через три. Когда, типа, тебя уже грохают, там каждый будет, и понимаешь, чё-то как... чё-то не то. Надо как-то, это, друг, тактику немножко менять, держать союзами. Ну, моя тактика-галактика, кидаться самым первым очень исправно. Испокон веков работая, всегда ты помираешь самый первый, стабильно. Самое главное, стабильный залог успеха. Из 10 боёв, то, может, там этот... Один-то бой будет и удачный, кого-нибудь, не знаю, там недобитого добьёшь. Так. А вот, Горал Старший, ка иди ты в баню. Ха-ха! О-о-о-о, чувак, вот это тебе не подфартило. Слушайте, я уже растерялся, думал, мне реально хана будет. Так. Он мне нерпу забрал. Ах ты за нерпу сейчас, отомстим тебе. Мстим. Я реально думал, мне хана. Но вот как раз и сейчас омники на плюс как-то сделают. Да ё-моё, чутки. Так. Омники вот сейчас плюс такой сделали, потому что... Да что ж, так где союзы-то, а? Чё я всё один-то катаюсь? Ой, здорово. Здорово, пацаны. А мне хана, да? Опять союзы растаяли. Я думал, сейчас у меня, Горал Старший, грохнет. Одну нерпу уже отстрелил. Я думаю, ну всё, хана мне. Он взял, короче, резко заторвозил. Он прям протаранил и перевернул. Слушайте, это было классно. Вот как раз в таких моментах омники полезны, конечно. Ну давайте, союзы, я верю в вас. Затащите два против двоих. Дзюбока, а у них громче этот громовод. Отвод. Вот. Громоотвод есть. Громыхала. Не знаю. Затащат, не затащат. Маловероятно, мне кажется, потому что испепелитель, да и Дзюбока. Дзюбока долго перезаряжается. Видите, вообще не блин, не оружие, а нифига. Не знаю, если они только в капкан кого-нибудь подсадят и всё. Ладно, это ещё будет долго у нас продолжаться. Давайте сразу посмотрим результаты этого боя. Короче, у них почти получилось. Они как раз по тактике, которую я предложил, поймали чувака одного, взорвали его. Но испепелитель перевернулся и его добили. Вот, в принципе, у нас какое? Наше шестое место по команде. Чё-то мы как-то вообще тут не особо успели настрелять. Ну ладно, погнали в последний бой занимать первое место по команде. Ну давайте на... Что-то что-то такое. Э! Понятно. О, крафт из прошлого боя. Какой-то, не знаю, основатель. Сейчас. А, в общем, надо на этом крафте, хоть не знаю, хоть один раз первое место по команде занять. Нас не подфарфило. О! Офигеть! О! Ох, увернулся нормально. Ой-ой-ой, только я чуть не перевернулся. Да чё ты всё в меня-то стреляешь? Или нафиг? Я как пьяный на этих омниках катаюсь, потому что я... Что-то я на этих омни, я не знаю. Вообще, очень часто катаюсь, пацаны. Смотрите, меня из стороны в сторону уже качает. Неплохо. Так, надо его уже подбить наконец, а? Ну спасибо, Союз, вы уделали наконец. О! Кстати, видимо, флейщик неопытный ещё. Так, ладно, мне за ним гоняться бессмысленно, потому что это... Это хайрастик. А мы вот этого чувака лучше загасим в двух порах. Ну вот, понятно всё. А зачем ему... А, ну гарпио, ладно, нафиг бэкдор. Да нет, да... О! Собрать по разуму! Здорово! Меня только ты меня сейчас загасишь. Блин. Отпустите. О-о-о! Во время я оттуда уехал, там черик. У меня сзади всё горит. Знаешь, сейчас всё взорвётся. Ох, как классно! Да что ж такое, на этом крафте нам не везёт. Эх, всякие пламенщика, конечно, задолбали уже немножко. Потому что они везде, знаете, на Новый год напокупали всяких наборов этих по скидочке. Везде. Но всё равно циклоны, они на высоте, они тащат. Реально, это хорошее оружие прям. Хорошечно! У нас пятое место по команде. Ну, что-то, видимо, неудачный крафт у меня этот. Самый удачный, это, конечно, вот этот. Самый идеальный. Мне кажется, потому что он здесь как раз на 360 все циклоны... Ну, не все, то есть на 360 они могут крутиться. И вот, например, как на этом крафте делать, допустим, поворотное оружие вне поворота, мне как-то нелогично кажется. Но, тем не менее, этот крафт тоже хороший. Ну, вот этот мне больше всех понравился. То есть здесь и он хороший, 8 косарей, и кабина, и колеса неплохие. Ну, и 3 циклона как раз. И тут просто, ну, урон офигительный. В общем, не знаю, циклоны я почему сейчас реже стал видеть. Ну, может быть, просто всех задолбали эти циклоны. Все пересели на пламя, да? Когда пламя задолбают, опять переседем на циклоны. Ну, или на что-нибудь другое. В общем, пишите в комменты, как вам это оружие. Мне оно понравилось. Ну, на сегодня всё. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok